здравствуйте сегодня мы с вами научимся вязать красивый цветочек с объемной серединкой такие цветочки очень хорошо будут смотреться из однотонной пряжи и из пряжи секционного окрашения и обращаю ваше внимание на уроке мы с вами научимся вязать объемную серединку и рассмотрим вот хорошо видно лепесточки в нашей серединке могут быть более короткими и более длинными и цветочки будут смотреться немножко по разному и давайте посмотрим наш цветочек так смотрится по лицевой стороне и так он выглядит по изнаночки все наши навязочки все наши весь наш объем идет только по лицевой стороне для работы нам потребуется пряжа секционного окрашения и крючок начинаем выполнение нашего цветочка с 5 воздушных петель замкнутых кольцо 1 2 3 4 5 вводим крючок первую воздушную петель и выполняем соединительную наше колечко готово и далее выполняем одну воздушную петелечку и наше колечко провязываем 8 столбиков без накида обращаю ваше внимание эти столбики будут выполняться с воздушными петель и чиками смотрим столбик без накида далее мы выполняем 4 воздушные петли 1 2 3 4 вводим крючок во вторую петлю от крючка выполняем соединительную далее следующая соединительную и следующая мы выполнили 3 соединительные и обращаю ваше внимание четвертую соединительную мы выполняем захватившись за боковую нить нашего столбика вот таким образом давайте посмотрим вот хорошо видно вершинка нашего столбика остается свободной и это нам обязательно пригодится для выполнения следующего ряда а мы продолжаем и выполним еще один такой же столбик с воздушными столбик без накида 1 2 3 4 вводим крючок во вторую петелечку от крючка выполняем раз два три соединительные и 4 на соединительная за боковую нить и второй наш столбик с воздушными готов всего как я и сказал мы должны выполнить 8 таких столбиков то есть нам осталось еще связать 6 так выполняем до конца ряда мы выполнили 8 столбиков с воздушными соединительными и завершаем наш ряд очень внимательно пропускаем первую воздушную петелечку и вводим крючок вершинку нашего столбика без накида выполняем соединительную наш круговой ряд завершён и следующий ряд у нас будет просто ряд столбиков без накида как мы его выполняем 1 воздушная далее в эту же вершинку мы провязываем 2 столбика без накида при этом наши вот эти воздушные петелечки можно немножко отклонить чтобы они нам не мешали раз-два далее вершинка следующего столбика и опять провязываем 2 столбика без накида 1 2 и опять вершинка следующего столбика и мы провязываем 1 2 и так выполняем до конца ряда мы связали столбики без накида всего их должно получиться 16 и завершаем наш круговой ряд опять же пропускаем воздушную петелечку и вводим крючок вершинку столбика без накида и выполняем соединительную давайте развернем вот хорошо видны наши ряды по изнаночки и приступаем к выполнению следующего ряда мы будем опять выполнять ряд точно таких же маленьких лепесточков то есть это будут столбики с воздушными петелечками мы выполняем воздушную и вершинку нашего столбика вводим крючок и выполняем столбик без накида далее 4 воздушные петли 1 2 3 4 выполнили вводим крючок во вторую петлю от крючка и точно так же как мы выполняли и ранее выполняем соединительные петелечки 3 штучки и 4 соединительные выполняются захватив боковую нить нашего столбика выполнили далее вершинку следующего столбика вводим крючок выполняем столбик без накида и опять 4 воздушных 1 2 3 4 выполняем точно такой же маленький лепесточек и опять вводим крючок вершинку следующего столбика и воздушные и так далее так мы с вами выполняем до конца ряда и у нас должно получиться 16 таких вот маленьких красивых лепесточков после того как мы связали 16 таких вот маленьких красивых лепесточков мы завершаем наш ряд вводим крючок вершинку столбика без накида при этом напоминаю пропускаем воздушную петелечку выполненную начале ряда выполняем соединительную наш ряд завершён и мы можем приступить к выполнению следующего ряда для этого опять выполняем одну воздушную вводим крючок вершинку этого же столбика и выполняем столбик без накида этот ряд у нас будет просто просто выполнены будут столбики без накида без воздушных выполнили один столбик далее вводим крючок вершинку следующего столбика от вершинки у нас они очень хорошо видны мы немножечко вперед наклоняем наши лепесточки и вершинку следующего столбика вяжем 2 столбика без накида 1 2 далее вершинку следующего столбика вяжем 1 столбик без накида а вершинку следующего столбика вяжем 2 столбика без накида 1 2 и так мы чередуем 1 столбик без накида и далее 2 столбика без накида 1 2 и так выполняем до конца ряда мы завершаем выполнение нашего кругового ряда и пропустив воздушную петельку вводим крючок вершинку первого столбика без накида выполняем соединительную наш круговой ряд завершён и мы можем приступить к выполнению следующего ряда следующий ряд у нас будет опять ряд таких вот лепесточков то есть это будут столбики без накида с воздушными так нашли цветочек смотрится по изнаночки и продолжаем работу выполняем одну воздушную и вершинку этого же столбика вводим крючок выполняем столбик без накида и 4 воздушных 1 2 3 4 вводим крючок во вторую петельку от крючка выполняем соединительную 1 2 3 и 4 соединительную напоминаю мы захватываем боковую нить столбика без накида лепесточек готов и вводим крючок вершинку следующего столбика и выполняем следующий столбик без накида 4 воздушных и опять соединительные и последняя соединительная боковую нить нашего столбика и так далее так мы с вами выполню до конца нашего ряда мы завершаем выполнение нашего кругового ряда и пропустив воздушную петельку мы вводим крючок вершинку нашего столбика без накида и выполняем соединительную ряд завершён давайте изнаночку посмотрим мы можем приступить к выполнению следующего ряда следующий ряд у нас будут столбики без накида без воздушных выполняем одну воздушную и вводим крючок вершинку этого же столбика и выполняем столбик без накида далее выполняем еще один столбик без накида а вершинку следующего столбика выполняем 2 столбика без накида 1 2 и дальше столбик без накида еще один столбик без накида вершинку следующего столбика а далее 2 столбика без накида 1 2 далее 5 1 столбик без накида далее еще один столбик без накида и далее два столбика без накида 1 2 и так выполняем с вами до конца ряда мы завершаем выполнение нашего ряда столбиков без накида вводим крючок вершинку первого столбика и выполняем соединитель и я хочу обратить ваше внимание наша изнаночка хорошо видно и вроде как бы она немножко подтянулась ничего страшного это не должно вас смущать при выполнении следующего ряда лепесточков наша серединочка будет ровной и красивой точнее после выполнения следующего ряда лепесточков и я более подробно хочу остановиться на нашей серединке в данном случае мы с вами выполняли столбики и воздушные 4 воздушные вот в этой серединочки а вот в цветочки мы с вами выполнили серединку с лепестками на 6 воздушных то есть они получились у нас с вами более длинные и серединка получилась более объемной вы можете выполнять серединку на любое количество воздушных 4 5 6 выберите самостоятельно мы продолжаем с вами работу и теперь будем выполнять ряд больших лепесточков для этого мы выполняем одну воздушную и вершинку столбика провязываем столбик без накида далее выполняем четыре воздушные 1 2 3 4 далее выполняем 3 накида на крючок вводим крючок вершинку этого же столбика и провязываем столбик с тремя накидами провязали далее 5 3 накида на крючок вводим крючок вершинку следующего столбика и провязываем столбик с тремя накидами выполняем опять 3 накида на крючок и вводим крючок вершинку этого же столбика и выполняем еще один столбик с тремя накидами выполнили далее 5 3 накида на крючок и вводим крючок вершинку следующего столбика и выполняем столбик с тремя накидами далее 4 воздушных 1 2 3 4 и вводим крючок уже провязанную вершинку и выполняем столбик без накида выполнили мы с вами выполнили первый лепесточек большой и выполним еще один лепесточек маленький узенький то есть выполним столбик без накида с воздушными только воздушных мы с вами выполним 6 раз два три 4 5 6 вводим крючок во вторую петелечку от крючка и выполняем соединительную и провязываем соединительные по воздушным 2 соединительные 3 4 5 и последняя 6 соединительные выполняется боковую нить нашего столбика и прежде чем приступить к выполнению следующего лепесточка смотрим что у нас получат у нас получился такой широкий большой лепесток и маленький узкий на 6 воздушных и мы можем приступить к выполнению следующего лепесточка для этого вводим крючок вершинку следующего столбика выполняем столбик без накида далее 1 2 3 4 воздушные столбик с тремя накидами в эту же вершинку провязываем его далее вершинку следующего столбика выполняем два столбика с тремя накидами провязываем первый столбик с тремя накидами и второй столбик с тремя накидами выполнили далее вершинку следующего столбика выполняем еще один столбик с тремя накидами далее 4 воздушных 1 2 3 4 и столбик без накида и далее вяжем маленький узенький лепесток вводим крючок вершинку следующего столбика выполняем столбик без накида и 6 воздушных 1 2 3 4 5 6 и далее вводим крючок во вторую петелечку от крючка и начинаем выполнение соединительных это у нас 2 3 4 5 и 6 соединительную мы выполняем за боковую нить столбика и смотрим что у нас получилось вот такие лепесточки у нас получаются так мы с вами будем выполнять до конца ряда мы завершаем выполнение нашего кругового ряда и вводим крючок в вершинку столбика без накида выполняем соединительную наш круговой ряд завершён и завершён наш цветочек ниточку можно обрезать вот такой красивый цветочек у нас с вами получился сразу хочу показать вам изнаночку как я и обещал изнаночная сторона у нас красивая ровная и аккуратная сегодня мы с вами научились вязать красивый интересный цветочек такие цветочки хорошо будут смотреться как из однотонной пряжи так из пряжи секционного крошения и напоминаю вам что серединочку вы можете сделать на разное количество воздушных петель над столбиками и она будет менее объемные или более объемная творческих вам успехов